Спонсор этого ролика 1xbet. Самый надёжный букмекер, тут большие выигрыши и быстрые выплаты, а также помимо спортивной рубрики есть киберспортивные дисциплины. При первом пополнении 1xbet дарит вам 6500 рублей. Подробности и комментарии под видео. Мне нужно вам столько всего рассказать. Короче, я тварь, и я рассказываю. Я заказала грузовую фирму, короче, какую-то, рандомную просто, типа, она самая первая там в гугле выходит, я её уже заказывала, типа, всё было нормально. И представляете, я заказала эту фирму, я заказала эту фирму, и, ну, я им говорю, типа, вот, надо перевести комп, стол, стул, то есть вообще нихуя, и типа, разобрать его и собрать. Короче, в итоге они ничего не собрали, не разобрали, мы всё сами спустили, они опоздали на полчаса, и взяли с меня 7, 8 тысяч почти, представляете? 8 тысяч рублей, потому что, короче, дополнительный час стоит, типа, 2 500, 2 300, что-то такое, а мы потратили из этого дополнительного часа вообще нихуя почти, и они, короче, из-за этого взяли, просто так нас обокрали, они просто меня обокрали, вы понимаете, то есть я, ну, реально, могу сейчас пойти на улицу спокойно, просто взяли и обокрали меня, типа, это ненормально. Ребят, мне нужно отойти на пару минут, сейчас я подойду, ладно, я думаю, сейчас я подойду, секунду, так, сейчас, я водички возьму, ладно, сейчас ты мне прям очень, я прям переживаю, что ты сегодня, прям меня слушать нереально, если честно, всё, я сейчас подойду. Ну вот, я вернулась и продолжу, как я по вам соскучилась, так соскучилась, просто скучала, зверела просто. Я говорю, Амин, а когда ты выйдешь уже в эфир? Я говорю, да дайте, подождите, дайте мне отойти, потому что здесь такое происходит, всего не расскажешь, просто зверь какой-то во мне просыпается, иногда сама себя не узнаю. Что вы там строчите вообще? Что строчите? Так, так, что, блядь, какая, какая, что это такое вообще? Так, не успеваю вообще ничего. Что происходит? Я соскучилась, мне так нужно вам столько много рассказать, потому что здесь такое происходило, такое происходило, меня так накрыло, причём солнце, космос, всё радуюсь жизни, но так скучала по вам, что просто ошалела в одиночестве. Если бы вы знали, как я рада, как я рада вас видеть. Я всегда говорю, Амин, лучше, лучше всех. Я скучаю по вам, мои дорогие, что невозможно ничего прочитать. Я хотела... Я бать драконов! Мы в Сириуса следим за вами! И увидели, здесь такая движуха идёт, решили направить агента. Я агент, я бать драконов. Сириус держит всё под контролем, давая полную свободу. И свобода здесь у тебя такая, которую не видала планета Земля. И меня послали, чтобы я с тобой посмотрел какие-то ролики, хуёрики, ролики о вашей земной жизни. Поэтому введи меня в свою игру. А вы бать драконов. Я бать драконов! Я бать драконов! Ай, ты же бать драконов! Космические игры престола! Игра престола, да? Богиня Амина. Меня не узнали, я здесь за тебя немножко подробил. Я бать драконов! Я бать драконов! Так, меняемся, вот твой трон. Так, шкуры сбрасываем. Ну, что-то строчат, строчат, невозможно прочитать. Они, короче, перепутали тебя со мной. Так я умею многоликим быть. Многоликий и единый. Ты во мне, я в тебе, но ты меня внутри себя. В космическом начале ты себя не ощущаешь. Мы друг в друге. Я как древний старец. Уже здесь миллионы световых лет. Со дней зарождения этой планеты. Ждали, ждали, когда родится поколение свободных, прикольных детей. Которые нихуй забили на все, извините, на все, а интересуются жизнью, радуются, несмотря на происходящее событие. Поэтому нам интересна ваша логика, и я решил нырнуть в ваш мир. Ты как сталкер будешь. Давай начать с ныряния в меня, я правильно понимаю? Нет. В ныряние в земную атмосферу. А для этого Сирус выбрил тебя, потому что ты, как никто, можешь рассказать на звезде, в хорошем смысле этого слова, по полной программе. Поэтому ты во мне, я в тебе, как космические вселенные. Я вмещаю всех вас, потому что я, как и вы, создатель этого мира и этой игры. А мы в игре-то это знаешь? Да. Что мы в игре тотально. В натуре? И детям говорю, это же все игра. Ну, как фильм «Матрица». Я не смотрела, там таблетки довольно такие. Да пофиг таблетки. Есть мы, а аватар. Да, да. Мы делали аватар. Регенда о банге. Аватар, то есть когда в оболочку входит, да, сознательно входит другая цивилизация и идет игра так. Все наши оболочки здесь, скафандры, это скафандры, а внутри бессмертная частиница. Вот там мы едины. Но это не все понимают. Для этого надо подкрепляться. Опа, подкрепление, парни. Подкрепление. Ебать драконов. Да. Вперед, фирма. Хорошо. Привет. Ебать драконов. И богиня Амина, расскажем вам и тем, кто на Сириусе, какой херней здесь люди занимаются. Вместо того, чтобы любить друг друга. Согласна. Входить друг друга сердцами, душами и другими имеющимися частями тела. Короче говоря, энергия любви. Энергия. Стоп. Я должна кое-что сказать. Отходим. Да, отходим. Все. Отошли. Убежали домой. Летели как быстро. Сбрасываем. Сбрасываем все шкуры. Он меня вставил аж в змок. Клоун? Ну, а как же. Парни, заходите клоуну в чат. А как же. Я говорю. Если мы умеем смеяться над собой. Гордыня не накроет всех на своей звездой. Бог, это ты. Бог, это я. Мы все едины. Хоть нас доху. 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 Опа, джигурда. Я не знаю, что этот трек посвятите меня. Послушайте, в 12-м году, когда на меня вышли молодые ребята, а я уже был в статусе народного артиста, и мне предложили вот так вот, как здесь на Сириусе сказали, говорит, давай мы тебя сейчас внедряем туда на землю богини Амина, вот тогда мне предложили вообще войти в интернет. Я до 12-го года вообще меня в интернете не было, а тут мне рассказали, показали всю эту фишку, и так совпало, что в твиттере, да, я написал пост, нависали пост, если мой ретвит наберет, мой твит наберет 12 тысяч ретвитов за неделю, по тем временам это круто было вообще, я станцую пародийный опа джигурда, опа гангам стайл пародию на Красной площади в Килке. И мне не за неделю, мне за день набросали 12-13 тысяч, и говорят, пой, а я думал, что не будет, а что у меня самого дела, у меня начинает звонить телевидение, вы когда пойдете на Красную площадь танцевать, я говорю, завтра, сам говорю своим, так, собираемся, завтра нас примут на Красной площади, поэтому надо идти сегодня, одеваю Килл, плащ, наушники в руке, на Красную площадь, ну, меня полиция узнает, здороваются, все, я сбрасываю себе плащ и начинаю. Оп, 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 поджигурда, оп, 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 поджигурда, цари любили, куй, буй, сердце воспаля, привет, вселенский хуй, мне говорят друзья, в твиттере, вконтакте, в инстаграме, я джигурда 12, я с вами, царствие небесное живет у нас в груди, даже если все вокруг, как вдруг нам не звезди, гордыня не накроет нас своей звездой, если мы умеем смеяться над собой, мы нормальные, мы гениальные, мы сексуальные. Ну, короче говоря, зажег я на Красной площади тогда миллионы просмотров, но мое поколение сказала в очередной раз, у джигурды поехала крыша. А что, реально поехала? Был народный артист, ну, как и не, троллинг, троллинг. Я прочитал тогда книжку, мне молодые ребята подсунули вирусные технологии, компьютерные и так далее, и мое поколение, увы, в чем-то уже старперское, я порой на них смотрю, мне кажется, что они мои дедушки и бабушки. Я не иду по уровню мысли. Знаешь, что нам нужно? Да. Нам нужно срочно пойти поставить видосики. Так, ой, я для этого спустился вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!